Есть люди, у которых дни рождения два. Личный и профессиональный. День, когда человек нашел свое призвание. Родился как специалист. Владимир Кириллович Грачев, спасатель со стажем, на работу идет как на праздник. А ведь сегодня так и есть. Здравствуйте, товарищи! Поздравляем! 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 Спасибо! 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 Именно в этот день, 40 лет назад, мужчина начал работать водолазом на шуйской спасательной станции. И теперь не представляет для себя иного жизненного пути. Посмотрим броски гемней, метрик выреждений. Открываем, смотрим, измушиваемся, не травит ли где воздух. Обычно надо опускать воду, проверять. Но раз мы не слышим никаких признаков, значит, аппарат готов. Каждый день у водолазов начинается с одного и того же ритуала – проверки оснащения. Давление в баллонах с воздухом и целостность ремней за 40 лет работы приходилось проверять порядка 7 тысяч раз. Руки, что называется, помнят. Без этого никак. На кону безопасность водолаза. К выезду нужно быть готовым всегда. Если поступит вызов на сборы, нельзя тратить ни минуты. На плечах водолазов не только большая ответственность за себя и напарников, но и 50-килограммовое снаряжение. Требования почти как к космонавтам. Обстановка та же, отсутствие воздуха, разница давлений. То есть водолазные профессии по себе очень сложные. Должны быть они морально устойчивы, стрессоустойчивы. Должны быть готовы действовать самостоятельно в каких-то критических ситуациях, да. Не терять самообладание, потому что человек в панике может натворить таких дел, что потом ему уже ничего не поможет. И, конечно, многое зависит от физической формы. Нашего героя за его 63 года здоровье ни разу не подводило. На суше или под водой – неважно. Он всегда в форме. Физические занятия. Вон у нас турничок есть, гири есть. Все приходим вечерком, все позанимаемся. Обязательно. Не курю. Работа у водных спасателей крайне опасная. Любое погружение может закончиться трагедией, если неверно оценить свои возможности или допустить ошибку. И привыкнуть к таким условиям труда непросто. Это замкнутое пространство. Когда одевают вот не мой костюм, а есть у нас ГК, в котором только масочка и больше ты ничего. А спускаешься в нашей реке, ведь видимость-то не всегда бывает отличная. А бывает спускаемся и глубоко, и где Ил. Вот в этой обстановке, там же темнее, чем ночью, все на ощупь. Некоторые убаиваются. А потом, когда уже все привыкаешь, становится легче. Самое главное – побороть этот страх. И все. Трудовая биография Владимира Грачева в цифрах. На станцию устроился в 23 года. Работает практически с момента ее основания. Сейчас за плечами десятилетия опыта. А согласно журналу погружений, 5000 часов под водой. Чего бы сам себе водолаз со стажем пожелал? Чтобы люди серьезнее относились к водной стихии. Ведь по долгу службы ему не раз приходилось наблюдать результат человеческой беспечности. Какие-то года три утопленника. Но в основном это в пределах 10 человек. И все тонут по своей вине, по глупости, можно сказать. Купаются там, где не положено. И тем более выпивши. И еще одна проблема – это когда оставлять детей без присмотра. Поменьше тревожных вызовов. И чтобы погружений всегда было столько же, сколько всплытий. Вот лучший подарок для водолаза. Наталья Гутарина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново, Шуйский район.